а здорово дорогой друг и снова обзор перчаток как они уже надоели но все еще нравится это перчатки с алиэкспресс цену даже сейчас не скажу это меньше тысяч они должны быть я ссылку оставлю если что клюнул я в основном на надпись head если тут где-то еще есть на вот что у них рассказать так для начала ну давай просто визуально что что у нас визуально вот так вот выглядит вот здесь такая пряжка старомодная пластмасса вполне себе угодная какая-то надпись я думал что вот эта надпись head будет прям белая она нифига не белая нет не нравится потому что было бы круто такая белая надпись head пальчики сами концы пальцев из-за как кожи какой-то ну здесь вот из защита собственно этот хорошо подходит тем кто с палками ходят лыжникам да ярким впрочем да здесь есть кармашек что здесь написано нам блин head pack молния открываем там вот такой вот там такая вот сеточка я думаю это все-таки для того чтобы рука дышала но в принципе можно использовать как кармашек там скипас можно положить но дело в том что этот кармашек не настолько легко открывается как бы то есть не снимая перчатку открыть его не очень просто вот поэтому если на улице довольно таки тепло то вполне себе можно приоткрыть сделать воздух доступ кислороду чтобы он вот так вот отсюда испарялась здесь у нас еще есть до размер это у нас эль не брал по моему сам большой что есть лапа у меня вот так вот если не ошибаюсь 25 2 еще раз тысячный раз померяем как не это надоело все время мере у никак не запомню до 25 вот вот так вот меряется лапа 25 и они мне вполне подходит здесь еще есть не как принято дебильное скрепление а адекватное то есть раз и все нажал расстегнул ну чтоб они не терялись а что у нас вечно теряется дети бабушки перчатки самые теряющиеся вещи вот например на дорогих перчатках цирки вот такая х приблуда попробую и и расстегни но это я уже приноровился но блин вот но застегнуть да ладно вот застегнуть можно ну расстегнуть это бесит просто здесь вот очень самая дорогая моя перчатка но такая же херня вот второй перчатка лините поэтому вот такое вот крепление меня вполне устраивает это просто не пользуешься и куда-нибудь кинул чтобы они валялись не терялись по 1 терялись сразу оптом чтобы тебе их чтобы не найти ее где-нибудь висящий на заборе чтобы их кто-то себе оставил случае когда их найдет есть еще вот такая фигня вот просто тянешь и она фиксируется нажимаешь сюда и возвращаешь все как было для тех кто любит читать оказываю такую возможность услугу каждую услугу дает такую возможность лук 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 фоткайся вот все так и давай я ее сейчас примере вот здесь вот туговато применение не по нраву с моей защитой они будут думаю будут проблемы при надевании у меня уже есть раз перчатки 2 перчатки у меня перчаток полно эти эти как-то так получилось они очень долго шли с алика что ну самое главное наконец пять минут болтовни привели к чему в чем разница между вот этими тремя дорогие давай так расставим дешевые дорогие вообще дорогие капец чем разница здесь у нас ничего по поводу ну намокли не намокли здесь у нас так вот есть такая зин салат я не знаю как то читается зин сулит зин сулит 3м это такая надпись часто встречается на дорогих перчатках и как они называются куртках и штанах на вот это на за на зина есть вот такая надпись aqua shield вот что это означает это означает что эти перчатки не впитывают влагу когда они влагозащитные то есть они влагозащитные причем это эти свойства влагозащитные они со временем ну посмотри как выглядит принципе как будто впиталось ну вот про таки я скажу правда эта модель уже нигде не купишь она давно снят с производства но я скажу что с 10 утра до 5 вечера я в них гонял на сноуборде погода была очень мокрый снег почти что дождь и снега было очень много и намокла нафиг все что могу намокнуть и перчатки тоже чуть-чуть подмокли то есть у меня уже под вечер было желание их поменять поэтому я вот думаю носить с собой две пары перчаток одни если уж намокли то быстренько перекинулся на другие вот слушайте кстати буду пробовать такой лайфхак вот такой фигней штрих-код спали а то я не знаю как это называется премиум шурум-бурум силикагель вот попробуем какой-нибудь носок насыпаешься или к деле носок сюда вот потому что сохнут они довольно долго как раз таки из-за того что то есть уж они промокли то и высушить их на батарее то же время уходит опять же чем в чем плюс 2 перчаток ты сегодня в этих ходил завтра идешь в этих а эти пока на батареи сохнут ну если была такая погода что прямо мочил их вот ну давай посмотрим как они отплевываются ну такое ощущение что гидрофобное покрытие вот она как будто видишь она как капельками остается как если на ламинат побрызгать здесь сразу видно вон пошло впитывание по цене этих вот этих можно почти что три штуки купить и вот зейнер дорогущие перчатки тут тоже мы видим некую такую гидрофобность тоже она не в пицце свистит брызгами стоит и здесь вот эти брызги тоже вот они остаются что с внутренней стороны здесь вот похуже с этим видишь с внутренней стороны больше пошло впитывание наверно они все-таки более горнолыжные или лыжные вот эти перчатки кстати я сейчас хочу купить лыжи вот собираюсь и если буду ходить на лыжах я буду ходить в этих перчатках я и еще не выключая видео эти обязательно скажу кое-что какие в них вообще офигенный плюс дешевых перчаток по сравнению с теми которые стоят умер до хрена знаете внутри брызгать смысла нет потому что здесь кожзам то есть кожзам как он будет впитывать никак здесь тоже что-то типа кожзам и вот при этом он смотри сразу впитал куда но все девается а вот здесь вот гидрофобная так ну несмотря на какую то может быть так вот знаешь незрачность что вот это конечно выглядит великолепно они офигенно смотрятся эти смотрятся никак но стоит дороже всех на эти смотрятся немножко незрачно сейчас на видео но если я их надену и посмотрю на себя в зеркало мне прям знаешь они смотрятся прям охрененно что-то такое но не знаю какое-то такое из звездных войн какой-то какой-то джедай ну не знаю какая-то вот ну какая-то на что-то это похоже в общем не знаю что она смотрится как-то круто они такие наш как бы это сказать ну я их мерил с курткой со всеми делами да то есть так то она странно смотрится если кажется что если ее сжать то половина всего живого на планете умрет кто понял отсылку ставь лайк кто не понял ставь дизлайк и вот издалека как бы в зеркале я вижу какие они как они охрененно смотрятся они выглядят очень дорого при этом потому что они дешевые что еще что еще главное не сказал чем же они офигенный под помимо цены и довольно неплохого внешнего вида дешевые перчатки обычно набиты какой-то такой херня какой-то типоватой который офигенно обладает очень блин как это слово в общем плохо пропускает тепло ну естественный холод нам теплопроводность вот то есть там некая вата они такие мягкие удобные нет все вот прям по руке прям впритык прям ну как то что надо конечно они тут мягковаты ну это обычная особенность таких вот перчаток то есть ничего я сказать не могу что они сидят хуже этих или этих сидят примерно также никаких по ощущениям не сказать что они хуже когда их надеваю через минуту мне уже тепло в них в этих такого нет они вот эти вот как я понимаю они типа дышащие его воду не пропускающие типа там как мембрана там что-то такое типа они воду не пропускают но воздух из них выходит и туда-сюда но вот в этих перчатках при минус десяти даже при минус пяти у меня начинают мерзнуть пальцы эти еще не знаю зима близко попробуем но я думаю эти хорошо держат по то есть они ну потому что они такие плотные толстые вот я под видео оставлю ссылки на обзор на эти перчатки если тебе интересно хотя чё тут я уже все рассказал весь вот лишь пальцы сколько остается место тут вот эти вот должны быть теплыми по всем признакам но эти то дешевые их и не жалко и все такое то что я на них брызгал я не чувствую никакой это то есть влаги там нет они вполне себе сухие если купить перчатки лыжные на рынке самые дешевые они будут пропускать сейчас ты лайфхак покажу вот перчатки с рынка дешевые 200 рублей стоит я в них работают они у меня для работы видишь они но они быстро знают подшивать приходится что очень быстро из нашу и они у них снег там вода вот тут жидкости все эти одни попадают через швы в основном никакой там гидрофобности у них нет это просто какой-то какой-то странный материал он сразу пошло впитывание хотя здесь тоже смысл а да 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 я буду делать по поводу этого говна отдельное видео мне просто надо для видоса специально купить самые дешевые перчатки такого типа и я тебе покажу лайфхак как из перчаток за 200 рублей сделать перчатки которые будут не хуже перчаток за три с полной тысячи рублей или сколько они там стоит уже не помню да кстати на этих на этих хедах дешевых еще нет вот такой вот веревочки но мне кажется найти вот такую фигню где-то подшить и купить в каком-нибудь связном там или в мтс какому-нибудь такую веревочку для телефона и все и будет у тебя вот это фигня на руку чтобы не терять перчатки это вообще решаемо вот дешевый аналог vd-40 100 рублей стоит либо и спортмастер аватопруф ваша вот-вот-апруф вот-апруф так тоже она но это нежелательно перед тем как идти куда-то можно так вот обработать либо в дэшкой их же не жалко они дешевые вот просто в дэшкой я как нибудь видос сниму все-таки я буду ну куплю новые перчатки которые еще не обработаны одну я значит обработала дэшка или вот эта херня другую нет сумму их воду и потом вы ну и покажу тебе ну туда еще нужно напихать какой-нибудь туалетной бумаги в достать и видно что может одна намокла изнутри другая нет я по своему опыту уже знаю что это вот это работает но это перчатки естественно для работы на крыше там работаешь в снегах там понимаешь они вполне себе очень хорошо держит влагу то есть нет не промокают а если перчатка промокла то в ней работать на морозе допустим уже нереально потому что сразу между руки пальцы все на свете так иди отсюда просто людинка вот будет будет добавь просмотр все будет главное чтобы я понимал что это хоть кому-то интересно так что вот такие вот перчатки head своих денег они безусловно стоят покупать лучше прямо сейчас чтобы к зиме они уже пришли на конец почты но они шли около месяца я не знаю но с аликов всегда ждешь очень долго какая вот приятная ночью под эта штука вот это вот вот и я уверен что они теплые потому что дешевые перчатки они всегда теплые а вот такое вот она в них всегда холодно ну и обычно на них еще пишут там до каких градусов они предназначены там до минус 10 там знаешь до минус 15 но таких нихрена не пишут но я помню у меня были какие-то перчатки купленные на улице возле магазина у мужика это было очень давно это было в конце 90-х мне там батя еще купил еще и работал еще учился он не купил просто на улице самые дешевые перчатки но такого типа какие-то там самопальные и как же они мне выручали я ходил к бабушке помню зимой там в минус 30 минус 35 пешком вот и буквально не доходя 100 метров до до нее а там это 67 примерно километров пешком и вот буквально там 100 метров до него чуть-чуть начинали мерзнуть пальцы чуть-чуть и там буквально он так вот поделал все и дошел и все вот поэтому дешевые перчатки они тоже немножко недооценены подумай об этом ссылка на эту херню будет в описании если найду и ссылка на ролики где там рассуждаю про другие перчатки если по какой-то причине интересно мнение тем 20 минут видоса ужас ужас как долго